Я хочу в моей проповеди обратить сейчас внимание на два текста из Священного Писания. Вот признаюсь вам, об этой проповеди размышлял продолжительно. Продолжительно размышлял. И чем больше я размышлял, тем больше понимал, что мне очень трудно будет вот изложить эту тему, потому что она такая очень обширная. Тема моего рассуждения – это деяние Святого Духа в созидании двух храмов. Деяние Святого Духа в созидании двух храмов. Я читаю первый текст Писания. Первое послание Коринфянам 6,19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Второй текст Священного Писания, Первое Коринфянам 3,16. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Братья и сестры, вот два храма. Что же это за два храма? Первый храм – мы прочитали с вами «тела наши – суть храма». Второй текст, который мы прочитали – церковь есть храм Божий, и Дух Божий живет в ней. Это удивительнейшее откровение, что Бог из каждого из нас, или в каждом из нас созидает храм. Храм живущего Святого Духа. Удивительная тайна когда-то совершилась на этой земле. Мне очень нравится стихотворение Александра Александровича Горянина. Там есть сильное догматическое стихотворение, и там есть вот эта фраза очень важная. Бог шагнул с лица земли в сердце человека. Это удивительно. Вы – храм, и Бог это делает. Поэтому христианин может жить в каких-то даже одиночнических таких условиях. Некоторые христиане десятилетиями жили в тюрьмах. И они жили, потому что они были храмом живущего в них Святого Духа. Почему церковь непобедима на этой земле, хотя церковь столько перенесла страданий, гонений, притеснений? Потому что она есть храм Божий, и Дух Божий живет в ней. Братья и сестры, вот эти две мысли. Вот на это хочу сейчас обратить внимание. Это очень важные мысли, и причем они важны для каждого из нас в отдельности. Я хочу обратить внимание, первое, церковь – это храм. Мы об этом читаем в «Деянии апостолов». И вчера мы на это обращали внимание. Я хочу сейчас выборочно некоторые тексты прочитать и сфокусировать внимание. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Братья и сестры, вот первые в строении церкви – это были апостолы. Это основание церкви. И так представлена церковь в книге Откровения. Апостолы – это основание церкви. Братья и сестры, и вот началось это строение. Вот Бог заложил это основание апостола и присоединились теперь, начали строиться эти камушки церкви Божьей. Церковь Божья, она нераздельна с той церковью, которая уже там, и церковь, которая здесь. Мы напоены одним Духом. И вот церковь, которая там, и церковь, которая на земле, мы гармонично едины. Потому что Дух, который был в них, – это Дух и в нас. Братья и сестры, и вот Дух Святой, Он – Созидатель церкви на этой земле. И вот эти три тысячи присоединились на этот фундамент. И после тех трех тысяч, тысячи, тысячи людей присоединялись и слагали в стройный храм Вселенской Церкви. Братья и сестры, тема очень – это глубокая и объемная тема. Но ее невозможно вот сейчас за одно собрание даже сказать. Я хочу только на некоторые важные моменты обратить внимание. Те, что касается нас. Когда мы помолимся, потом я намерен вот к практическим перейти некоторым вопросам, которые, ну, считаем, важны, учитывая нашу сегодняшнюю жизнь, нашей поместной церкви. Братья и сестры, хочу обратить внимание на вот это вот состояние церкви, о котором отмечено вот здесь, в этой первопостольской истории. Все же верующие были вместе, имели все общее. Я пропускаю некоторые тексты. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот такое состояние было в начале первопостольской церкви. Они были вместе, у них было все общее. Они единодушно пребывали в храме, они единодушно преломляли по домам хлеб, они принимали пищу в веселье и простоте сердца. И вот эта церковь, вот эта церковь, она вызвала к себе такую симпатию, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Братья и сестры, нам нужно чаще смотреть вот в этот текст Писания. Нам нужно чаще смотреть туда и сравнивать не поместную церковь, а меня как члена тела поместной церкви. Вот соответствую ли я вот с этими качествами, с этим состоянием, которым была первопостольская церковь. Еще очень яркий текст Писания, характеризующий первопостольскую церковь. Это 4 глава, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Какие прекрасные чувствования! Какое прекрасное состояние церкви! Братья и сестры, безусловно, кто-то был социально более обеспечен, кто-то менее обеспечен, но мы видим эту практику здесь, что не было между ними никого нуждающегося. Вот удивительно! Так каждый заботился о церкви. Смотрите, какая тут очень важная деталь. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного, полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем он имел нужду». Вот, знаете, когда мы что-то имеем, бесспорно, ну вот, как бы сказать, ну такое слово скажу, для тщеславия приятно вот самому взять и дать. Какой я хороший! Взять и дать! Конечно, так это где-то импонирует нам. Но вот, какое удивительное было вот состояние первоапостольской церкви! Они этим не занимались! Они приносили в церковь, а в церкви были те люди, которые занимались этим делом, и славы некому, только Богу! Кто там принес? Кто это дал? В этой церкви не было чужих. В этой церкви все одинаково заботились друг о друге. Удивительное состояние церкви! Братья и сестры, еще раз и еще раз призываю чаще читать, давайте, эти тексты Писания, чаще смотреть туда, чаще стараться быть похожими, лично быть похожими на членов Иерусалимской церкви. Вот если бы спросили бы у меня из всех церквей, которые мы знаем в Писании, в какой бы ты хотел находиться, без колебания, сказал, в Иерусалимской церкви. В Иерусалимской церкви. Чтобы вот эту благодать увидеть, ощутить ее. Я очень хочу, чтобы мы на это обратили внимание. Вторая мысль, на которую хочу обратить внимание. Ой, как время летит быстро. Вторая мысль. Это текст Первого Послания к Коринфянам, 12 глава. Первое Послание к Коринфянам, 12 глава, стих 13. Вот хорошо, там быстрее братья могут подать, чем я открою. Вторая очень важная мысль. Братья и сестры, вторая очень важная мысль, что мы с вами, каждый член церкви, мы представляем тело по местной церкви. Мы крестились в одно тело. Дух Святой погрузил нас в тело. Знаете, если у нас в церкви есть индивидуализм какой-то, кто-то из нас что-то из себя представляет, апостол Павел подвергает это критике. Не может глаз сказать, что рука не нужна, или нога, что голова мне не нужна. Ни в коем, никакого нет преимущества одного органа перед другим. Хочу вот эту мысль очень важную выразить сейчас, братья и сестры. Все мы одним духом. И это зависело не от нас. Мы им, одним духом, крещены, погружены. Слово крещение имеет значение погружение. Погружены в одно тело. И мы церковь составляем одно тело. И кто-то в этой церкви глаз, кто-то рука, кто-то нога, кто-то, может быть, внутренние органы. Вот все мы в этом теле. И каждый, каждый, каждый член тела очень важен. Вы знаете, вот в медицине, если удаляют два органа в теле, человек признается инвалидом. Два органа, если удалить. Это уже инвалид. Вот удалили у вас аппендицит, а потом удалили у вас селезенку. Вы уже можете стать инвалидом, законным инвалидом, потому что у вас удалено два органа. Братья и сестры, это очень важная мысль, что я сейчас сказал, иллюстрировать тело, вот земное наше тело. Настолько важен каждый член церкви в теле? Очень важно. В 20 главе мы читаем, но теперь членов много, а тело одно. У нас много членов, а одно тело. И у каждого тела Богом усмотрена своя миссия, своя функция. И апостол Павел на эту тему обращает внимание особо посланник Ефесянам и говорит, при действии в свою меру каждого члена церковь получает пророщение. Значит, рост церкви зависит. Или развитие церкви, умножение церкви, оно зависит не только от пресвитера, благовестника, учителя, дьякона, проповедника. Нет! Жизнь церкви зависит от каждого из вас индивидуально, от каждого, братья и сестры. Членов много, а тело одно. И не у всех членов одно и то же дело. О, как много, много функций в нашем физическом теле. А как много функций в нашем духовном теле. Братья и сестры, третья мысль в этом же рассуждении. 25 стих. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Если у меня с кем-то не контакт, если я с кем-то разделяюсь, если я с кем-то не хочу общаться, приветствоваться, не вмещаю, обижаюсь, или еще что-то, братья и сестры, значит, я отделяю себя от единства тела. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Могут ли у нас быть какие-то недопонимания? Конечно, могут. Вот из послания Коринфянам мы видим три категории верующих в церкви. Это душевные, духовные и плотские. Душевные, написано, не имеющие духа. Это люди, которые духовно умершие. Иуда говорит, дважды умершие. Они могли быть невозрожденными, войти в церковь, или, живя по плоти, умереть. Так написано, если живете по плоти, умрете. Второе состояние. Это плотские люди. Это возрожденные люди, но которые живут не по духу, а по плоти. Дела плоти известны. Я не буду о них говорить. Вы все это хорошо знаете. Если во мне дела плоти проявляются, значит, я плотской христианин. И это очень опасное положение. Я могу умереть, если я живу по плоти. И духовный христианин. Духовный христианин, как Павел говорит, я не могу говорить с вами, как с духовными, ну, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Духовный христианин – это зрелый христианин. Это тот христианин, который участвует в возрождении других душ, о котором написано, и вы отцы. Отцы. Отцами являются не все мужчины. Это сравнение такое. Отцом может быть только мужчина, у которого есть дети. Если он даже взрослый мужчина, но если у него нет детей, он не отец, он просто мужчина. Духовный человек – это тот, через кого Дух Божий действует, а его главная миссия, главная миссия – это обличить, это привести к покаянию, это привести к возрастанию, это человек стал, чтобы быть чадом Божьим, и мы все в долевом участии в этой миссии Святого Духа. Братья и сестры, это все церковь, это все тело, которое созидается с Духом Святым. Братья и сестры, вторая мысль, на которую хочу обратить внимание сейчас. Понятно, вот я только, знаете, направление дал, тут у каждого из вас уже много жестового вопросов. Вот. Вторая мысль – это каждый из нас – храм, живущего в нас Святого Духа. Это, возможно, стало с момента возрождения, когда Дух Божий вошел, когда, как Христос говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит стук и отворит дверь, войду к нему. И вот вошел Бог Духом Святым в нас, и мы стали храмом живущего в нас Святого Духа. Братья и сестры, на что хочу здесь обратить внимание, тоже текстов много, которые говорят об этой славной истине, но я посчитал нужным вот просмотреть из четвертой главы посланий к Ефесиным. Четвертая глава. Я прочитаю с 17 стиха и ниже. Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы боли не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждые от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, но вы не так познали Христа. Братья и сестры, вот это, эти прочитанные тексты, они говорят нам о человеке невозрожденном, о человеке ветхом, мертвом человеке для Бога. Смотрите, что особенно у этого человека. Он поступает по суетности ума. Его ум не просвещен истинами Божьими. Будучи помрачен в разуме, у него нет истин живых и вечных, он помрачен в разуме. Он отчужден от жизни Божьей, в нем нет жизни Божьей. И по какой же причине? По причине невежества, первое, он не знает, возможно, что нужно через покаяние стать чадом Божьим. И второе, по причине невежества и ожесточения сердца. То есть, он может быть знает, и Дух Божий его зовет к покаянию, но он не идет каяться. Ожесточение сердца. Он не хочет каяться, он не хочет стать чадом Божьим. И вот это причина невежества или ожесточения сердца. Вот это нам нужно понимать. Когда мы встречаемся с людьми, не знающими Бога, две причины в данном тексте вскрываются невежества, они не знают, и второе, ожесточение сердца. Они не хотят каяться, они любят грех больше, чем Бога и его принципы. И вот теперь дальше он объясняет, апостол Павел, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Слышали, слышали Слово, блаженнослышащее Слово. Братья и сестры, это очень важный момент в плане устроения нашего храма, это слышать Слово, это Его читать, это Его изучать, это Его исследовать, это Его выучить, так и написано, выучить, это Его проповедовать, да, вот это очень важно, это очень важно, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина, истина в Иисусе Слово, Иисус, это Слово Бога, это материализованное Слово Бога, Суть Слова, суть Слова Писания, чтобы мы стали детьми Божьими. Иисус – первородный Сын, единородный Сын, сущий недречим. Он есть Слово, которое представил невидимого в своей природе. Смотрите, к чему призывает теперь нас апостол Павел. Тема моего рассуждения – это как Дух Божий устрояет во мне храм Божий. Как он устрояет. 23 стих читаем. С 22, прошу прощения, 22 сперва прочитаем. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях». Апостол Павел очень простые фразы употребляет здесь. Отложить прежний образ. Что значит отложить? Вот у меня здесь Библия. Отложить, убрать ее отсюда. Отложить. Что отложить нужно? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Вот те желания, которые к нам могут прийти. Да, мы возрождены свыше. Но к нам могут прийти греховные желания. И он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Как это практически сделать? Вот очень ярко и ясно о практике этого действия, братья и сестры, записано в шестой главе послания к римлянам. Вся эта шестая глава, она практически посвящена именно этой теме. Именно этой теме. Мы читаем здесь. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха». Пятый стих. «Ветхий человек распят с ним». Вот интересная вот эта фраза «распят с ним». Одиннадцатый стих. «Почитайте себя мертвыми для греха». Распят. Братья и сестры, он распят, он живой ветхий человек, но он распят. И эти побуждения его, они могут иногда посягать на наше мышление, на наши желания и провоцировать нас на грех. Братья и сестры, и вот тут нам нужно, как детям Божьим, вот именно здесь, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Мы читаем двенадцатый стих. «Да не царствует грех в смертном теле вашем». Да не царствует. Как сделать, чтобы он не царствовал? Он может приходить, я повторяю, в каких-то искушениях. Кто-то был искушен, может быть, простите за примитив, фильмы любил смотреть. Кто-то, может быть, искушен был вот еще какими-то грехами. Вот оно приходит, это искушение. Как оказаться не в искушении? Очень ясно Иисус на эту тему сказал. Молитва, отче наш. Братья и сестры, что написано там, помните? «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Братья и сестры, вот какая важная мысль. Молиться надо каждое утро, пробудившись от сна. Обратиться к Богу, зная, в чем лукавый может нас искусить. Вот внутри уже принять это решение. Господи, не введи. Господи, избавь. Ну и тут же надо помнить, о чем написано в Писании. Не давайте место дьяволу. Конечно, если я открою планшет, открою телефон, открою компьютер, буду смотреть, какой невесть фильм там, конечно, я упаду в искушение. Я рассказывал здесь, мой племянник, он живет в Соединенных Штатах Америки, вот, и он мне как-то показал одну фотографию. Знаете, Эппловский компьютер, причем хороший, дорогой, и он лежит на пенечке таком, и топором пробитый. Я посмотрел, модель такая, денег сколько стоит, вот это да. А он говорит, я понял, не смогу противостоять. Настолько захватили меня игры, настолько захватили меня фильмы, и я понял, что мое мышление, мое мышление, оно деградирует. Конечно, компьютеры все не перебьешь, но он для себя такое решение принял. Он для себя такое решение принял. Невидиво искушение избавить лукавого. И, вы знаете, слава Богу, он покаялся потом, крещение принял, это он еще не был членом церкви. Мне это очень радует. Почитайте мертвым себя для греха. «Отче наш, не веди во искушение, но избавь от лукавого». Это первый совет. Отложить прежний образ. Второй. Обновиться духом ума вашего. Братья и сестры, речь идет обновлением духа ума. Речь идет о важности возлюбить чистое словесное молоко. И второе. О гордем помышлять. Обновление духа ума – это очень важное действие. Один брат мне рассказал пример такой. Он говорит, не могу понять книгу Откровения. Читал, читал, не могу ее понять. Вот не идет она мне никак. Вот никак не могу ее понять. Люди толкуют, говорят. И он мне говорит, ты знаешь что? Я начал ее учить наизусть. Наизусть начал учить. Как выучил первые семь глав, сразу их понял. А что такое учить наизусть? Это постоянно повторять. Это об этом думать. Он говорит, я две недели или три недели был занят, чтобы выучить семь глав. Это прекрасные мысли меня одолели. Прекрасные размышления. И я стал понимать. Бог стал открывать мой ум к уразумению Писания. Обновиться духом ума вашего. Это возлюбить чистое словесное молоко. Вы знаете, не случайно здесь стоит вот это слово, 1 Петра, 2 глава. Возлюбить и чистое словесное молоко. Сегодня много любят проповеди слушать, книги читать. Это хорошо, но это не главное. И это не на первом месте. На первом месте должно быть мое личное общение с Богом через Писание и прошение Господи, открой мой ум к уразумению Писания. И тогда произойдет то, о чем здесь говорит апостол Павел, обновиться духом ума вашего. Если мы говорили о язычниках, они по суедности ума, они не знают Писания, они не знают истин, глаголов вечной жизни, не знают и живут, как хотят живут. А вот мы, а нам нужно обновиться. Братья и сестры, вы знаете, как в телефоне нашем нужно обновление, да? Перестал работать, отключить, включить в компьютерах во всем обновление. Вот точно так в наш разум нужно постоянно вкладывать Писание, вкладывать, учить стих за стихом, главу за главой. Меня восхищает, что в нашей церкви есть люди, которые наизусть знают Новый Завет. Меня восхищает. И причем это не брат, а сестра. Замечательно. Вот это да. Братья и сестры, любить Писание, наизусть его учить. Это наполнять наш ум размышлениями о горнях. И сколько Бог подарит откровений. Обновиться духом ума. И двадцать четвертый стих. Облечься в нового человека, созданного по Богу. Вот эта фраза, созданного по Богу, знаете, эта фраза, соответствовать тому, кем является Бог. Облечься в нового человека, чтобы соответствовать тому, кем является Бог. Апостол Петр, второе послание Петра 1, 4, говорит, соделались причастниками божеского естества. Это вот каждый из нас должен об этом переживать. Это дело не только пресвитера, обновляться духом ума, облекаться в нового человека, отложить прежний образ жизни. Это каждый из нас. Для того, чтобы быть в церкви, теле, церкви, членом, которым выполнять будут свою функцию, мы должны все вот об этом переживать и предоставлять себе Духу Святому, чтобы Дух Святой это делал в нас. Вот тут три таких слова. Облечься в нового человека, 24 стих. А почему вы не можете подать туда? Братья, вы следите за проповедью. 24 стих, 24 стих. Облечься в нового человека, созданного по Богу. И вот смотрите там, какие три важных слова. Облечься в нового человека в праведности, святости, истины. В праведности. Это Ефесянам, братья, Ефесянам, 4 глава, 24 стих. Ефесянам 4, 24. И вот эти три слова, они имеют серьезное смысловое значение вот в этом рассуждении облечься в нового человека. Вот слово праведности, праведности, это речь идет об отношении к ближним. Это речь идет, вот те шесть заповедей, которые определяют наши отношения к родителям и к ближним. Вот это то, что заключено в новой заповеди. Заповедь, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, в праведности и святости. Братья и сестры, единый свят – это Бог. И здесь очень важно понимание первой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душою, всей крепостью твоей. Возлюби. То есть, все мое естество должно принадлежать Богу. Облечься в этого человека, который так любит ближнего, который так любит Бога. Об этом и гласит истина Святого Писания. Праведности, святости, истины. Братья и сестры, дорогие мои, и вот мы с вами получили эту великую милость. Дух Святой в нас созидает храм живущего в нас, Святого Духа. И Дух Святой в нашей Церкви, в нашей Церкви созидает храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Конечно, я не все истины смог сейчас обратить внимание, говоря о Церкви. Здесь очень много еще истин. И о том, что когда появляется горький корень, его надо удалить из Церкви, чтобы не осквернились многие, здесь очень много, о чем еще говорит Господь. Но я на главные истины обратил внимание касательно тела. Это его состояние. Оно заключается в любви друг к другу. Это наше распределение в теле, где каждый член и у каждого своя функция, своя обязанность. И никто не может сказать, что я больше, а ты меньше. И сам Христос об этом говорил. Почитайте один другого большим себя. Братья и сестры, и что мы еще здесь отметили, важное, что нужно заботиться друг о друге. Для того, чтобы вот эта гармония была. У кого-то чего-то будет больше, а у кого-то чего-то будет меньше. Может, кто-то более материально будет жить состоятельно. А кто-то, может, обладает особой способностью много пребывать в молитве. Но у него, может, социальное положение трудней. И как важно, чтобы мы могли вот так заботиться друг о друге. Молясь и поддерживая. Это как пример. Как пример. Братья и сестры, дорогие, как много значит вот наша с вами вот эта ответственность перед Богом в плане своего храма и в плане храма нашей церкви, поместной церкви города Курганецка. Братья и сестры, дорогие мои, если вы видите, что что-то делается не так, что надо что-то исправлять, мы все вместе, как одна душа, должны включаться в любое дело, в материальное, в духовное, в любое дело и все вместе исправлять, что нужно исправлять. Мы в одном теле. Понимаете? Вот такой, приведу пример. Вот у нас тело, тело, да? И вот у одного человека заболела нога. Опухоль какая-то пошла на пальчики. А доктор ему говорит, вы знаете, вам надо пальчик удалить, там проблема. Нет, говорит, ни в коем случае, вы что? Ну, капустным листом примотал и пошел дальше. Потом хуже стало, вся стопа покраснела. Опять пошел к доктору, говорит, вам надо стопу удалить. Да, ну, вы что? Он еще чем-то там, ну, намазал, что-то там пытался делать. Опухоль и краснота поднялась до колена. Доктор сказал, вам надо до колена уже удалять. Еще чего не хватало. И продолжает заниматься самолечением. Закончилось тем, что ему отрезали по самый верх ногу. И человек остался без ноги. Братья и сестры, вот проблема на пальчике, а она касается всего тела, и руки, и головы, и ноги, и всего тела. И вот это очень важно. Вот я прочитаю в заключении сейчас этот текст Писания, и хочу пригласить к молитве, а потом практически будут у нас рассуждения еще. Смотрите, я читаю, «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, всяких взаимно скрепляющих связей. Что происходит? При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Братья и сестры, вот эта цель, которую я хотел сегодня сказать. Мы зависимы друг от друга. Как наша церковь, она зависима от каждого члена. И каждый из нас должен созидать из себя храм живущего в нас Святого Духа. И каждый из нас в теле церкви должен выполнять свою миссию, которую Бог на него возложил. И тогда церковь будет получать приращение для созидания самого себя в любви. Церковь будет расти, расти численно, расти и в этих связях любви, в заботе друг о друге. Братья и сестры, вот это наша задача. Вот об этом мы должны переживать. Вот это хочется сказать, что Дух Святой, Он делает из каждого из нас храм, и Дух Святой из нашей церкви делает храм. И наша церковь только тогда будет развиваться, если каждый член церкви будет храмом живущего в нем Святого Духа. И когда вы сходитесь, говорит Господь, я посреди вас. Почему? Потому что Он в каждом из нас, в каждом из нас. И тогда Он посреди, если Он в каждом из нас. Одной церкви Господь сказал, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Какое страшное слово. Ты мертв. Мертвая церковь. Так в книге Откровения и обозначена эта церковь. Мертвая церковь. Почему? Потому что там были мертвые члены церкви. Потому что там были люди близкие к смерти. И там оказалось немногое количество людей, совсем немногое количество людей, которые были праведными. Братья и сестры, какая наша церковь? Это зависит от меня. Какой я? Какой я составляющий член этой церкви? Я хочу сейчас пригласить молитву. Давайте помолимся Господу. Давайте попросим, чтобы Он осмотрел храм моего сердца. Чтобы Он помог мне удалить все неугодное ему, из моего сердца. Чтобы я как член тела Христова по местной церкви был именно тем, кто выполняет свою функцию и благодаря которому церковь получает превращение. Братья и сестры, приглашаю к молитве. Давайте об этом искренне, сердечно помолимся, преклоним колени, будем молиться. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!